Борная кислота от ос. Осы по своей природе – полезные насекомые. Они истребляют мелких надоедливых насекомых, комаров, мух, вредителей культурных растений в саду. Но когда в жилом или хозяйственном помещении возникает осиное гнездо, повышается опасность для человека быть укушенным. Борная кислота. В спокойной обстановке осы никогда не нападают, но в непонятной ситуации насекомое может принять движение человека как агрессию. Просто снять гнездо и вынести из помещения не получится. Осы будут защищать свое жилище и нападут. Поэтому приходится искать методы, которые эффективно и безболезненно помогут избавиться от семейства ос. Популярные инсектициды – дихлофоз, дельтазона, гетни – всегда удобно использовать из-за характерного химического запаха. В отличие от них, борная кислота является простым, доступным и безопасным средством борьбы против ос. В качестве инсектицидного препарата борную кислоту стали использовать несколько десятилетий назад. Борная кислота АТОС. Широкое применение. Борная кислота АТОС получила из ряда преимуществ. Препарат продается в свободном доступе в аптеках и специализированных магазинах. Приобрести его можно в виде белого порошка. Фасовка – 10 грамм. Либо в форме 3% ногораствора. Для покупки не нужно специального назначения. Несмотря на то, что кислота включена в группу инсектицидов, не требуется создание особых условий для того, чтобы травить ос. По характеру действия на организм человека, борная кислота – это полезный продукт. Ее активно применяют в медицинских целях для обеззараживания, как противовоспалительное средство, быстродействие. Уничтожение насекомого происходит моментально после проникновения состава через покровы во внутренние органы, отсутствие едкого запаха. Сравнение с другими химикатами аэрозольного типа, например, дихлофоз. Принцип действия борной кислоты после попадания в организм осы происходит полное выжигание внутренностей. Ее применяют в чистом виде как отраву, либо в качестве составного компонента ловушек и приманок. Отрава для ос – борная кислота. Применение яда в чистом виде встречается довольно редко, так как ос нужно привлечь к веществу. У борной кислоты нет ярко выраженного аромата, значит так просто оса не клюнет на средство. Кроме этого, важно знать, что концентрированный раствор готовится на основе спирта. Резкий спиртовой запах отпугивает насекомых. Земляная оса Использовать борную кислоту как отраву в чистом виде и без дополнительных приспособлений можно против земляных ос. Свои гнезда они делают в отверстиях в почве. Для уничтожения олья нужно взять одно ведро воды и развести в нем 0,1 кг 10 упаковок порошка борной кислоты. Этим раствором нужно залить вход и пространство вокруг него. Приманка для ос с борной кислотой. Самое сложное в процессе избавления от ос – это привлечь их внимание. Действовать нужно хитро, посредством приманки. Для этих целей подходят брага, квас и пиво, а также любые ароматные и сладкие забродившие напитки – компоты, мед с водой, арбузный сок. При выборе приманки стоит учитывать, что она не должна привлекать полезных медоносов пчел. Поэтому не нужно выбирать свежее варенье и сахарный сироп к продуктам брожения пчелы равнодушны. Для усиления процесса брожения в сладкую жидкость можно добавить фруктов и оставить смесь на солнце. В жидкость нужно добавить порошок борной кислоты из расчета 10 г. На один лист увеличивать концентрацию не стоит, так как приманка будет горчить, это отпугнет ос. Приманка для ос с борной кислотой. В качестве приманки можно использовать куски сырого мяса. Их пропитывают концентратом 3% борной кислоты и раскладывают рядом с гнездом и в предполагаемых местах обитания. Приманка из мяса особенно эффективна ранее весной, так как она помогает избавиться от личинок, ведь взрослые осы кормят свое потомство белковой пищей. Важно! Приманка должна располагаться в недоступном для детей и животных месте. Ловушка для ос с борной кислотой. В ситуации, когда количество ос на преусадебном участке растет в геометрической прогрессии, а обнаружить их гнездо не удается эффективной. Мерой борьбы является изготовление ловушки. Ее можно сделать самостоятельно либо приобрести в магазине. Конструкция ловушки примитивна и не требует особых знаний. Секрет успеха этого средства заключен в особенностях поведения насекомых. Попадая в замкнутое пространство, они теряют ориентиры и навсегда остаются заточенными. Ловушку можно сделать из обычной пластиковой бутылки. Горлышко отрезают и вставляют узкой стороной внутрь бутылки. Стык краев заматывают скотчем или изолентой. По краям проделывают пару дырочек, чтобы продеть нить или шпагат. Это необходимо для того, чтобы повесить конструкцию. В ловушку наливают пиво или варенье, в которое добавляют порошок борной кислоты. Условно расстояние от горлышка до дна бутылки нужно поделить пополам и налить жидкость наполовину. Осы залетают через узкое горлышко в ловушку, едят отравленное лакомство и не могут выбраться наружу. В результате отравления они погибают внутри ловушки. Ловушка для уз с борной кислотой чистить и менять жидкость нужно не реже одного раза в два дня. Процесс уничтожения стаи уз посредством ловушки затягивается надолго, так как особи попадают в бутылку по одному. Для усиления эффекта борной кислотой стоит смазать ловушку и входы снаружи. Даже если насекомое передумает залетать внутрь, оно может прикоснуться к отраве снаружи. Этого будет достаточно для его уничтожения. Главный момент этого способа – выловить всех рабочих ос. Тогда в гнезде останутся маткой личинки. Уничтожить улей в данной ситуации несложно, так как нападать в гнезде уже некому. Улей можно утопить или сжечь. Если некоторые осы смогут выбраться наружу из ловушки, то никакой беды в этом нет. Они все равно съели яд, значит не выживут. Кроме этого, они становятся переносчиками отравы для своего семейства, поэтому улей будет заражен. Нужно учитывать, ловушка эффективна в очень ограниченном пространстве. Чтобы борная кислота против ос в ловушке сработала, нужно учитывать, что зона покрытия дна ловушки составляет 500 квадратных метров. Исходя из этого, на участках большей площади нужно равномерно распределить несколько заготовленных конструкций. Для тех, кто не желает тратить время и силы на изготовление ловушек, изобретены устройства, доступные для покупки в хозяйственных. Интернет-магазинах WSPTR и ловушка в форме яйца с необычной конструкцией входов, они заглублены внутрь и направлены вверх. Поэтому оса не видит выход наружу при попадании в ловушку. Верхняя часть полупрозрачная, нижняя, разноцветная, туда помещают приманку. Есть крепление для размещения на дереве. Суэссена аналогичная ловушка цилиндрической формы. Гардиэн Сэйар и ловушка причудливой формы с большим количеством входов разного диаметра, расположенных на разных уровнях. Ловушка для УС Гардиэн Сэйар и сусомодельных и покупных ловушек одинакова, поэтому эффективность их находится на одном уровне. Садовод выбирает то, что ему больше нравится внешне. Еще один вариант ловушки – клеевая. Она менее эффективна, так как подходит для единичного уничтожения УС. Для изготовления потребуется плотный лист картона и клеи, например, Ратрап или ЛТ. Клей наносят щедрым слоем на бумажную основу, сверху выкладывают приманку. УСы подлетают, чтобы полакомиться и прилипают на клеевую основу. Профилактика. Размножение УС можно предотвратить соблюдением мер профилактики. Пустые ульи нужно уничтожать, место крепления дезинфицировать марганцовкой или перекисью. УСы очень часто занимают старые домики. Проводить ревизию фруктовых запасов, удалять гниющие экземпляры, осматривать щели в стене, потолке, полу, по возможности заделывать их герметиком и другими строительными смесями. Провести профилактическую инсектицидную обработку. Перед заселением в дом проводить генеральную уборку, периодически переставлять вещи и мебель. УСы любят укромные уголки, куда никто не заглядывает и не беспокоит их. Борная кислота значительно упрощает борьбу с осинами гнездами на дачном участке. В некоторых случаях массового поселения УС после обработки борной кислотой дополнительно проводят обработку более агрессивными химикатами. Стоит учитывать, сильные инсектициды более токсичны и могут нанести вред не только УСам, но и людям и животным. Поэтому нужно соблюдать технику безопасности при обработке. Чтобы избежать риска отравления, стоит обратиться за помощью к специалистам. 00-VOT-ARTICLE-RATING